И снова здравствуйте, всем привет! Итак, значит, сделал я анимацию вот этому медведю на свой риг. Значит, смотрим, как это всё дело происходит. Значит, этот персонаж будет в группе для скачивания. Уже я закинул. Если кому-то будет нужен для проектов, качайте и используйте. Кстати, этот риг можно потом будет использовать ещё на других персонажей. Это риг значит с Бизона. Потом Сосла и ещё там. И, по-моему, с лошади. Да, это один и тот же риг у меня на всех персонажей. Я просто его подгоняю к нему, к персонажу, потом перевязываю, удаляю анимации. Можно сейчас на этого медведя добавить анимации, допустим, с лошади. Допустим, голоб. Или, допустим, что у него там ещё есть? Походка. Там ещё что-то. Так. Потом я поделаю вот эти, значит, рендеры и выложу в группу. Если кому-то захочется потренироваться по рендеру, сделать анимацию на какого-нибудь персонажа, то вот можно использовать вот эту вот раскадровку в 15 кадров. Там у меня ещё в 24 кадра есть, в 35. Ну, на будущее, если кому-то всё-таки пригодится по животным что-то делать, то, ну, такая будет база. Так. Что ещё есть? Так. Давайте посмотрим сначала походку. Так, так, так. Медведь Рик. По-моему, вот этот. Смотрим, что тут такое. Ну, вот. В принципе, он мне очень нравится. Это скачанный медведь. Значит, со скетчфаба. Ну, надеюсь, автор не будет, значит, против. Ну, я попробовал, значит, с его анимацией сделать свои. Пришлось кое-где тут поменять пару кадров. Вот я тут один кадр добавил, просто сбой шёл. Ну, а так, в принципе, прикольный медведь. Именно такой вот мультяшный, который я искал. Так. И что хотелось бы? Я хочу, значит, в этом ролике попробовать бег поставить на путь. Много роликов, где я это всё дело делаю. Но тут вот другой вопрос. Смотрите. Тут другой вопрос. Значит, видите, что здесь косточка отдельно. Она не задействует лапы. Тазовая косточка не задействует, значит, ничего. Раньше у меня тазовая кость была управляшкой. Что ещё? Значит, здесь косточка тоже отдельная для растяжения. Так. Дополнительные кости. Ну, рот понятно. И лапы. Всё получается отдельно. Если я делаю, значит, рик, то я его захотел, допустим, перенести, я переношу его весь. Не как, допустим, вот, миксама за руткость. А вот именно переношу вот это всё дело. К руткости принципиально не привязываю, чтобы, значит, персонаж у меня был свободен. Я его полностью могу поднимать вверх, я могу его перекручивать, он не искажается. Там, как хотите, его там двигайте. Вот вы с ним работаете в любой точке. руткость таких, значит, возможностей не даёт. Она остаётся на месте, если вы её потом переносите, идёт деформация, ну, как, искажение и так далее. Вот этот вариант, значит, рига мне больше нравится. Ну, потому что я его и делал, да? Я к нему привык, и мне, как бы, с ним комфортно. Так, что делаем? Добавляем, так, в object mode добавляем add, добавляем кулу, добавляем путь, семёрка на нампаде. Опять же, смотрим, чтобы путь был в нужном нам направлении. Как это дело посмотреть? Выбираем edit mode, заходим, по-моему, я уже давно не делал, так, у нас по воду показывает, и, по-моему, так, 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 фейс ориентиры, нет, это, значит, не том, это всё по медведю, по медведю, забыл, глядите, как, да, так, а ну-ка, здесь, фейс ориентиры, мостом трендсер, а вот, нормалка, да, нормалка, забыл, и вот, значит, видите, треугольнички стоят в том направлении, значит, вот я поближе подвину, вот они, видите, да, показывают направление, всё нормально, так, что мы теперь будем делать, нам нужно этот путь, значит, продлить, так, значит, тройка на нампаде, можем выбрать мов, и, значит, просто её передвинуть, если нам нужно ещё одну точку, куда-то там довести, ещё что-то сделать, да, то здесь уже английская Е, вот, видите, что путь искажается, и пусть медведь, значит, побегает очень долго, так, я его хочу здесь зациклить, как его зациклить, значит, G я подвожу к медведю, значит, эту точку можно тоже G подвести, и выбираю одну точку, вторую, нажимаю английскую F, всё, я его соединяю, так, вроде бы всё ровненько, всё нормально, так, заходим в Object Mode, теперь, что нужно сделать, нужно выбрать, значит, RIG, и выбрать, значит, наш путь, сделать Ctrl-P, сочетание клавиш, пачка, constrain, зайти в настройку, значит, сейчас всё это дело, посмотрим, так, выбираем персонажа, заходим, находим, где у него тут, constrain, давно не делал, так, а вот, модификаторы нет, так, 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 метод тыкок, патч анимейшн, вот он, 100 кадров, тут, тут, всё стоит, вроде бы всё подключилось, но нужно заставить персонажа бежать, чтобы бежать, он должен быть подключён, а чтобы он был подключён, то у него должна быть ориентация, да, так, а почему ориентации нет, так, Ctrl-Z, 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 выбираем, наверное, сначала путь, потом, персонажа, Ctrl-P, наоборот, выбираем персонажа, выбираем путь, Ctrl-P, патч, а, Ctrl-P, follow patch, пардоньте, выбираем нашего персонажа, и нихрена опять нету, так, вот они, значит, физики, да, делаем анимацию пути, Y, так, Y, Z, что-то тут у меня, по персонажам, значит, не то, что ещё можно делать, так, но это он будет ходить, это понятно, follow curve, во, переворот, но почему-то будет в другую сторону, хотя стрелки стоят другую, так, фиксации не надо, анимация пути уже есть, и получается вот такая хрена тень, так, попробуем, значит, зайти, номинейнт, вот это, это не мэйшн, так, это у нас открываем анимацию, и ставим, значит, в таймлайне, поставим здесь где-то, ну, 300 кадров, также выберем, значит, патч, на патч поставим здесь тоже, вот здесь вот в этой функции, 300, enter, зайдём, выберем персонажа, зайдём, значит, рик, точнее, ночь, анимейшн, найдём, энд панель, вот эту боковую функцию, акцион клип, и, значит, репейт, тэн, 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 сколько будет, сколько будет у него, значит, тут повторяться анимация, на 300 кадров, а ну-ка, смотрим, и вот он не хочет бежать, потому что он почему-то, акцентрирован не в ту сторону, а ну-ка, вот что и хотелось бы узнать, я с таким косяком не сталкивался, так, а где этот мой косяк, да, как его обнаружить, так, к чему он привязан, почему он бежит, какая-то точка его держит, да, 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 вот он побежал, да, он фиксирован, и, ну, не по пути бежит, но, в принципе, как говорится, бежит, да, а ну-ка, он дает, так, что тут еще, где хочет бегать, короче, но не по пути, так, и почему это так получается, что это получается, где этот косяк, да, а ну-ка, зайдем в edit mode, попробую отключить нормалку, по барабану медведя, ну, в принципе, бегает-то он хорошо, но не там, где надо, так, а что не так, давайте по новой файл, open, медведя, бег, так, смотрим, если медведя на первом кадре, и к чему он привязан, давайте set origin 3D курсору, а вот, реклама меня бомбит, не был, наверное, к курсору привязан, ничего, shift, а, mesh, добавляем, курву, добавляем патч, по новой все это дело повторим, так, зайдем в edit mode, и по новой, значит, move, вытягиваем, можно g, чуть-чуть оттянуть, добавить там какой-нибудь e, 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 и так далее, ну, короче, даем ему заворотик такой, да, подводим опять же к нашей вершине, делаем английскую f, закрываем это все, так, заходим в object mode, выбираем медведя, выбираем, значит, путь, ctrl-p, патч, constrain, вот, медведя у меня вертит, почему, вопрос, с лошадями, такого не было, ну, ладно, смотрим, выбираем медведя, находим, половый патч, и его выкручивать, видите, в другую сторону, это, наверное, как бы, его привязка, что ли, ну, суть не вопрос, да, пусть бежит куда хочет, все это нормально, а главное, чтобы бежал, под это дело, можно подгадаться, так, вот, хотя бы на месте стоит, теперь, что делаем, добавляем 300 кадров, даже, что там мелочится, давайте 500, 500 кадров, ставим, значит, на путь, ставим патч, constrain, ставим 500 кадров, enter, так, выбираем опять нашего персонажа, заходим, nordmine animation, как-то он так называется, включаем, анимации, и, значит, 500 кадров у нас стоит, в N панели, находим action clip, и в нижний, вот это, repet, ставим, сколько нам надо, вариаций, бега, так, но наш персонаж, не хочет, как говорится, бежать, почему, follow patch, назначена, анимация, пути, не нажата, и что, ну, это он, биология, и это он, а ну-ка, если я буду, вот эту прибавлять, штукенцию, так он еще не в ту сторону, бежит, да, назад, почему-то бежать стал, так, здесь ставим 0, угу, Y, Z, о, поменяем, значит, направление, ну, это дюжит, 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 что там говорит, дюжит быстро, да, он рвет с под копыт, значит, если поставить, фрейм, здесь, допустим, не 500, а 800, вот, ну, уже нормально, а если поставить 900, вот, если нам нужно здесь 500, то здесь ставим 900, да, ну, 500, 700 регулируем, короче, если 300, то 700 можно здесь поставить, больше на значение ставить, а это, так, это курс деформ, анка стретч, погода не играет, ну, ладно, так, выбираем нашего персонажа, зайдем в его настройки, и, значит, инстрадюкция, да, что это такое, замедление, а, не, сдвиг, не, сдвиг нам не нужен, так, он должен оказаться в точке, вот, 500 кадров у него стоит, и, видите, он до точки не добегает, хотя, хотелось бы, чтобы он дал полный круг, значит, здесь, если мы вот это уменьшим, а на погоду не решить, наверное, добавим еще, допустим, этих покадровок, он просто стал быстрее бежать, неинтересно, да, Ctrl Z, Ctrl Z, почему он не добегает весь круг, наверное, круг большой, и поэтому, смотрим сейчас, где он будет до 500, ну, да, вот там у него 500 кадров, эти 900, 500 кадров, так, если, сейчас, на вот этот constraint, отменить, поставить, тут тоже 500, посмотрим, закончит он круг, вот, тут он заканчивает круг, значит, чтобы он полный круг отбежал, нам нужно поставить 1000, 1000, а здесь поставить показатель 1700 где-то, ну, это чтобы он так, в нормальном беге бежал, да, так, как видите, он пролетает аж, это, скоростной товарищ, давайте зайдем, в timeline, и поставим, допустим, здесь 1000, так, заходим, раз поставили 1000, нужно изменить показания, показания здесь, добавить, да, если становится 1000, смотрим, вот, на 1000, видите, он завершает путь, да, и пошел по новой, но здесь стоит 500, а у нас 1000, и смотрим, с какой скоростью он бежит, так, а ну-ка, ну, это он прям летит, а здесь давайте поставим 1500, а ну-ка, во, видите, что медведь уже бежит поменьше, и он закончит этот круг, по идее, по идее, навряд ли он закончит, бля, уже 400, а он еще тут не успевает, пацан, и вот 1000, видите, уже дальше он продвинулся, но тут полторы, если поставим, а ну-ка, если поставим 1200, ну вот он уже приближается, да, но все равно он не закончит свой бег, ну, если 1000, это прям неплохая покадровка, в принципе, если он должен закончить, там уже побольше можно ставить, но если с замедлением, чтобы без проскальзывания вот так нормально, более-менее он бежал, то это где-то вот такая штука, вроде бы нормально бежит, так, а чтобы он весь круг обошел, если, допустим, а ну-ка, зайдем, и вот этот круг, а ну-ка, уменьшим, то вот тогда вы видите, что он вообще медленно бегите, здесь нужно поставить 700, а ну-ка, не, не помогает, для этого круга 1000 уже, как бы многоватое, он уже, не, ну он бежит нормально вроде, да, как, не быстро, вот у него, как бы, не так получается, так, а если поставить здесь 1700, для прикола, так, для, вот, вообще он замедлился, и чтобы он нормально бежал, чтобы он нормально бежал, сколько ему надо, а ну-ка, если медленно, то где-то, а ну-ка, если тут поставим 400, вот фрейм, ставим 400, и в принципе, тогда здесь он пролетает, но у него не хватает анимации, добавляем, и он заканчивает свою штукенцию, на 1000, здесь уменьшаем, да, а если ставим 300, то тут прибавляем, ну, неплохо тогда, система вроде бы понята, ну-ка, ну-ка, текстура в тебе, даже здесь можно чуть-чуть замедлить, а ну-ка, а ну-ка, и вот так, если он бежит на камеру, выставите, допустим, он бежит, оп, 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 мимо камеры, мимо персонажа, какого-то пролетает, да, так, а где он заканчивает, нет, видите, здесь теперь он круг не заканчивает, если тут ставим 1000, смотрим, как, чего, тоже что-то он медленноватый, потому что сбилось, да, но если S, увеличим круг, то тогда он уже более-менее нормально бежит, но тут тогда нужно уменьшать, так, если ускорить, вот ускоряем, медведь начинает бежать быстрее, вот такая штукенция, а это чем, резолюция 12, а если, а, о, можно резолюцию менять, в принципе, в принципе, без разницы, да, но это для рендера может быть, рендер качественно, чтобы было, не надо, smooth, это значит, ее можно сгладить, так, а что у нас вообще по персонажу, offset, вот это вот, что это такое, замедление, ускорение, да, во, а ну-ка, вот этим тоже можно подправлять, значит, если в минус, мы ускоряем, если в плюс, все мы делаем, в принципе, так и так хорошо, а если в минус, получается, если в минус, он добежит до тысячи, до точки, если в плюс, то не добежит, вот видите, он пошел на второй круг, нам этого многовато, значит, нам нужно подгадать, а ну-ка, все равно ушел на второй круг, как можно его три раза заставить, за тысячу кадров круг пробежать, да, допустим, вот раз, там, минус 400, смотрим, ну, уже прям пацан заканчивает, сейчас добежит, так, 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 и вот, он финиширует, и пошел на следующий круг, значит, здесь можно еще прибавить даже, наверное, я никогда этим не пользовался, главное, он уже проскочил, а потом, на первом кадре начинает, значит, заново идти, почему, смотрим, потому, что сколько тут стоит, 700, вот, значит, здесь ставим тысячу, вот, смотрим, вот он, раз, и в конце он на тысячи заканчивает, вот тогда, теперь надо пробовать вот эту вот штуку, так, а ну-ка, это будет ускорять, это замедлять, а ну-ка, ускорим его, и получается, если мы вот на 12, на 25 минус поставил я, то все равно он закончит правильно, на тысячи, ну, а что она тогда дает, таргеты, таргеты, оффсеты, в чем тогда, курф радиус, фиксация, а ну-ка, при фиксации он не будет двигаться, курф радиус, под куру подгадывается размер, значит, вот этого персонажа, да, ну, да, так, здесь можно его чуть-чуть сбить, значит, с пути, чтобы он пошел юзом, это нам не надо, пусть идет по пути, это я не пойму, вот допустим, я ее замедляю, все, он не успевает, да, идет на повторный круг, и значит, только тогда закончит, и получается, опять, значит, я его ставлю, он там уже продолжает бежать, понятно, ну, это как бы можно, да, выравнивать его бег, а если здесь поставить 0, так он будет бежать, хреновато, так, а если здесь замедлить, и здесь прибавить, то он будет проскальзывать, видите, он на месте буксует, потому что много слишком анимаций, а так, если, а ну-ка, так он вообще как в фантастике лететь будет, в принципе, можно отрегулировать, варианты есть, так, а ну-ка, добавим камеру, файл, меш, добавим, камера, так, поставим на первый кадр, здесь, значит, так, так, что у нас тут, вернем все на исходную, так, камеру 0 на нампаде, shift F, выбираем нашего персонажа, погуляем немножко, допустим, вот так, да, вот, как поставить, ну, чтобы прикольно было, вот так, и привяжем, значит, камеру, выберем камеру, привяжем Ctrl P, ну, пускай будет обжиг, да, ну-ка, да, все, камера движется вместе с персонажем, мы можем теперь все это дело видеть, если будет какое-то окружение, будет за кем-то гнаться, будет вообще прикольно, и тут же мы можем переписывать эту камеру, смотрите, заходим, выбираем камеру, так, это нам понравится, понравится timeline, выбираем, допустим, первый кадр, прописываем и камеру, потом где-то он бежит, ну, давайте до 35-го кадра, и делаем shift F, и где-то мы что-то переходим, да, допустим, ну, такой ракурс, допустим, вот так, чтобы персонажа видеть, так, прописываем и, и вот вы видите, что камера движется с медведем, и мы можем ее контролировать, ее прописывать, ну, все прикольно, вот он бежит, там убегает какой-то персонаж, потом на каком-то, допустим, еще кадре, на 312, допустим, shift F, можно перелететь, допустим, вот в эту позицию, и поймать, допустим, его лапой, вот так, пропишем и, и смотрим, так, камера уходит, нам это не надо, мы ее еще, а ну-ка, здесь она уже поймала, вот, бежит медведь, но вот этот полет, от, как отход от этого дела, нам не нужен, его нужно переписать, на 151 кадре, shift F, ну, чтобы задницу его не видеть, давайте пусть, через верх он как-то, раскочит, так, где он тут, голова, ну, вот возьмет, крупным планом, голову, допустим, да, так, а ну-ка, 150, shift F, поднимаемся, над медведем, 3,9, красавец, и вот, вот так его, наводим, и, так, и тут тогда придется, shift F, тоже, корректировать, так, тут у нас, shift F, тоже, корректировочка, ну, потому что, перелет такой большой, и, значит, что, здесь у него лапы, вот здесь мы должны, shift F, подкорректироваться, на его лапы, так, на медведя сначала, так, тут его голова, тут его тело, и, чтобы выйти, значит, на его ноги, shift F, подписка, а ну-ка, ну, вот он бежит, все нормально, можно показать медведя, потом здесь, видите, тоже пролет у него бывает такое, так, если удалить, вот этот последний кадр, то мы будем уже полностью смотреть на медведя, вот, и дальше, допустим, shift F, камера поднимается, и немножко отдаляется, так, медведь бежит, и, значит, shift F, отделается облет, со всех ракурсов его посмотрим, и где-то на 761, shift F, давайте посмотрим его глаза, а ну-ка, ну, глаза, видите, не получится посмотреть, у него тут, башка, мотыляется, это, если только зафиксировать, конкретно, и ловить уже, без привязки к ригу, тогда можно глаза поймать, ну, типа, но все равно, голова будет двигаться, что там говорить, тогда голову не ловим, а вот так прям, впереди и подальше, а ну-ка, а вот этот кадр, тогда удалим, есть тут тоже перекрутка, видите, неправильная, ну, в принципе, если медведь стартует, он пробегает камеру, да, и потом камера его находит, тогда один кадр можно удалить, так, и теперь shift F, где ты тут, как, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, ну-ка, развернула камеру, нехорошо тогда, делаем R, и смотрим, опять, видите, она уходит, камера, можно подкорректировать таким образом, раз, видите, у нее перекрутка, получается, значит, если мы первый кадр удалим, то он начнет нормально все это дело снимать, всегда, если что-то перекручивается, я ищу именно кадр, который будет, ну, который косяк делает, вот, нужно еще научиться его немножко нормально снимать, а ну-ка, shift F, так, ну, и, чтобы быстрых переходов не было, смотреть нужно, вот, по этим анимациям, допустим, вот, 50, это, значит, 2 секунды, ну, согласитесь, за 2 секунды камера быстро перекручивается, если их вот так удалить, допустим, вот, 100 секунд, это уже 4 секунды, ну, 100 кадров, это уже 4 секунды, по 25, shift F, ну, тогда придется уже корректировать, прописка, прописка и, ну, и тут уже пойдут тогда сбои, почему, когда вы где-то что-то меняете, или назад будет сбой, или вперед, ну, у меня всегда, вот, именно, после удаления, бывает, вот, вперед сбои, видите, теперь, если я буду, вот, на этом кадре, так, это shift F, и тогда вот, нужно опять переписывать, видите, он теперь будет возвращаться, ну, к своему, к другому кадру, он здесь уже теряется, прописка его, и нужно будет добавлять больше кадров, ну, сразу нужно ввести правильно, и все будет нормально сниматься, так, а дальше, вот, пойдет все нормально, вот, он бежит, бежит, зашибись, вот такая информация, просто попробовал, подготовить, значит, персонажа, вдруг он где-то будет в сцене участвовать, потом, чтобы не заморачиваться, все, всем пока, до свидания,